но какие варианты здравствуйте вы смотрите канал боевые ботаники мы находимся как обычно в клубе ффс но сегодня у нас наконец-то выпуск не про спорт сегодня нам написал и к нам пришел наш зритель зрители боевых ботаников человек который даже чуть-чуть старше меня которому же давно не нужен этот спорт но который разделяет ваши ценности дорогие зрители ценности большинства человек который знает что такое драться на улицах я бы сказал это уличный боец 80-х и 90-х годов и сегодня мы поговорим о пяти фишках самостоятельных тренировок там у нас будет растяжка удары ногами удары руками постановка нокутирующего удара обязательно защита от ударов и прикладная борьба в стойке и так друзья встречайте эдуард боголюбов эдуард можно вообще самому чему-то научиться дома или там на спортплощадке в лесу может быть в лесу на спортплощадке где угодно главное вот в тех упражнений которые я буду сегодня показывать главное чтобы был напарник все что я буду показать носит прикладной характер и как правило осваивается самостоятельно без помощи кого-либо я в частности занимался по тренерским руководством максимум год наверное суммарно это бокс каратэ кикбоксинг метод динамической растяжки практикуются как таковой вот уже в том виде в котором сейчас сегодня я буду вам его демонстрировать сергением 91 года я начал заниматься вот этими маховыми упражнениями ну где-то середины 80-х все вот эти статические растяжки приводили только травматизма поэтому было решено от них отказаться и вот пять упражнений базовых которые легко самостоятельно освоить и в течение трех недель там четырех если упорно будете заниматься хотя бы там по несколько минут день то выше головы ногами начнете махать если чуть-чуть еще приложите к этому усилий то в принципе шпагат не составит я думаю труда сесть а зачем вообще растяжка мы же уличные бойцы с вами хотел сказать зачем нам ноги высоко задирать и все же говорят что там вертушки все на улице не работают что касается вертушек и ударов ногами все зависит от того насколько человек владеет данным инструментом свое время мои ноги были как у мастера заслуженного мастера спорта по боксу руки вот не бнеет без преувеличения в общем то я вертушку бил вот если с таком в тихом зале провести руку резко так со свистом со свистом она влетала поэтому у меня влетала все ноги в лет вылетали куда надо бил в бедро в корпус голову без без вариантов общем-то прилетала всем кто соответственно заслужил самое главное правило это пятка опорной ноги должна быть всегда плотно прижата к полу потому что основная ошибка те кто начинает заниматься отрывают пятку от пола оторвали пятку соответственно весь эффект уходит второй момент нога маховая должна быть прямой и носочек должен быть натянут на себя третье мах должен быть максимально сильным и резким лучше сначала делать все упражнения с опорой но так как опоры нет в голом поле ваш друг и будет являться такой опорой так что вдруг становится в такую позицию вы соответственно берете всему за плечо и выполняете первое упражнение мах передний соответственно пяточка прижата полу махова нога прямая и кулачок подняли сделали резкий мах раз два три делайте 10 махов на каждую ногу 15 максимум потому что если будете выполнять сильных резких таких 20 махов уже есть шанс повредить поэтому десяточка ограничиваетесь это будет вполне нормально поменялись тоже сад самое сделали еще 10 махов потом вы выполняете для вашего напарника напарника носочка себя шло и десяточка только маху ногу попрямее и пожестче так порезче ну ничего страшного там для начала нормально вот это боковой мах то же самое только ступня параллельно полу и носочек на себя натянут и немножко заводим в обратную сторону такой реверс то же самое 10 на одну 10 на другую поменялись ступня параллельно повод до не ставь сразу высоко нашел отручки для себя тут я параллельно получит чуть-чуть носочек вниз вот видите как все похво сразу видно народ у нас закостеневший то есть это не зависит от возраста видите вот как старичок машет и как вот несовершеннолетняя практически девушка следующие упражнения называются круговые махи суть в чем ваш напарник держит руки на высоте вашего возможного маха если вы машете низко соответственно делает держит низко если вы машете высоко держит высоко если вдруг ему в летит уже ру нога чтобы не отбивать руки напарник может чуть-чуть руки при спустить ногти потом возвращает в исходное положение вот там если мы говорили про 10 повторений на каждую ногу передний боковой мах то в данном случае работаем примерно от одной до пяти минут в зависимости от того насколько насколько вы уже крепки без перерыва 5 минут ну да и там уже пошла техника работайте вертушечки пошли боковые так это махи или вертушечки ну махи вертушечки принципе все тянется давайте вот тем кто не умеет вертушечки просто как мах вот зеленом то касается кто не умеет вертушечки вот таким образом он учится а то сразу начнется конечно естественно с первой тренировки если вы начинаете выполнять вражда пускай корявенька сегодня завтра коренька послезавтра через неделю через две уже процесс пойдет ваша задача держа ступню опорной ноги плотно прижатой к полу соответственно делать мах там вертушки отрабатывайте в прыжке там удары вот пяточка сразу основная ошибка пятка отрывается от пола плотно плотно вот хорошо пускай коренька плотно вот ксюша контролирует себя больше лучше чем евгений потому что ее пятка опорной ноги плотно прижата к полу на вертушку но уже нормально и вот то что выполняете уже в конце то есть условно прямой боковой круговые махи и дальше прямое удержание поднимаете ногу и держите максимально долго на левую на правую и то же самое боковое удержание поднимаете и держите там максимально высоком положении мягкий пол старый организм не дает на типов да не ну супня гуляет опорной ноги поэтому тяжело удержаться старый организм тебя не прокачивает отработка ударов ногами суть в чем у данного упражнения в том чтобы поразить вашего противника в корпус или в голову максимально сильно но так как вертушка удар достаточно технически сложный очень хорошо заметно поэтому новичку очень хорошо и просто заметить этот удар от такого же новичка который ему прилетает поэтому и корявые удары на первых парах они ну не доставляют неудобств ни одному ни второму моя задача поразить евгения в корпус и в голову но так как он все-таки выполнял упражнения несколько коряво даже чем я несколько поэтому я не буду стремиться поразить евгения так как надо так как надо было если бы допустим евгений являлся моим оппонентом в каком-нибудь уличном поединке соответственно евгений должен поразить меня в корпус и в голову теми ударами которыми мы сейчас ограничены качестве защиты использовать уклоны отходы но руки в крайнем случае уже летит и нет возможности допустим защититься каким-то другим образом присесть там уклониться то соответственно ну выставляем руки а так вообще руки где держим но руки держим свободном положении а то есть не вот так нет не то вот дистанция должна быть или ближняя или средняя соответственно удар с дальней дистанции это не удар а просто сотрясение воздуха не не и приближаемся дистанцию держим а это считается вертушка но это не вертушка это вертикальный удар он идет вторым а это тоже не вертушка да так разрабатывается на самом деле чувствуешь криво криво здесь что-то начинает разворачиваться через звонку 6 тренировок уже разработается нормально и уже пойдет уровень выше и поестественнее когда уровень пойдет выше вы уже на начнете прилипать друг другу то есть дистанцию держать не такую вот как вы держите да а уже приближаться то есть ваша задача попасть и уже наносит допустим с передней ноги жестко там с разворотами комбинации прорабатываете допустим передний ту же с другой ну и соответственно я понял плюс этих лесных тренировок за вставать что это треш никто не видит со стороны я так понял что новичкам не очень хорошо на пертернёвке встать полноконтактный спарик но в принципе полноконтактный спарик это правильная вещь а когда ставишь новичков полноконтактный спарик на вертушках с одной стороны это полный контакт в свой страна не особо друг другу вреда не несут потому что вертушки они бить не умеют вот именно мой тренерский опыт и говорит об этом то есть когда они учатся бить вертушки они как правило друг другу никаких повреждений наносит прибавляем следующий удар следующий удар как раз и где не выполнял это вертикальный то есть сверху вниз наносим после вертикального удара подсечка подсечка может быть любой но так как мы для улицы тренируемся то как правило подсечка под переднюю ногу то есть ваш противник делает шаг вперед допустим его под переднюю ногу старайтесь поймать его в чем преимущество подсечки она незаметно а люди в большинстве своем не умеют падать поэтому если у вас на улице происходит какой-то конфликт нападает тут она вас так бежит под переднюю ногу подсекайте короткая подсечка человек падает и после этого уже как правило был спадает после подсечки прибавляете боковой удар на ваша то есть вы уже работаете по трем уровням если вертикальный удар это верхний уровень вертушка средний уровень голова подсечка естественно ноги тома ваши уже пробиваете в бедро в корпус или в голову то есть уже работаете по трем уровням после того как вы прибавили боковой удар прибавляйте удар передний май гири там сейчас называется наносим удары по корпусу и по голове после этого соответственно следующим ударом идет это как раз у ширы после того как у нас в арсенале уже достаточно количество ударов ногами плюс подсечка мы уже прибавляем удары руками в корпус только по корпусу наносим удары особенно если мы работаем без защиты это такой же жесткий жесткий киркосинкой получается у нас через 4-6 месяцев когда уже вот эта вся база вас накопилось жесткая вот тогда уже на улице все будет вашему оппоненту влетать буквально в одни ворота так что вот в принципе это первое упражнение который выполнять в итоге доходим до полноконтактного спальня с ударами руками голыми кулаками да без защиты да сейчас пример просто приведу из собственного личного опыта вот у меня был напарник он там каратистом черный пояс и вот мы с ним начинали такую рабочую связку блок контратака допустим я контратакую он защищается меня контратакует начинали все делать очень медленно вот через месяц мы работали в полный контакт вот это называется работа с напарником работали в полный контакт при этом при этом защита была на таком уровне что мы не пропускали в течение там 20 вот у нас тренировка там было полчаса мы приходили там буквально на немножко размялись и сразу пошли там вот эту связку там получасовую примерно в полный жесткий контакт работать но так как мы уже настолько вот это за месяц вот слились у нас все было настолько отработано блоки контратаки идеально может к кино можно было снимать для отработки на культирующий удара я использовал там несколько упражнений на 1 упражнение это стандартная классика бак боксерская вот потом у меня было свое такое таинственное упражнение зовем не буду выдавать секрет свой профессиональный но на базе которого я создал тренажер для отработки мощного на культирующий удара панчерки про панчерки у меня есть отдельное видео где вся теория в общем-то разложена здесь хочу уже дома не мальчера не выяснился там ссылка будет в описании вы переходите там подробно о панчерках можете посмотреть здесь правда их сам не пробовал от на тоже посмотрю здесь мы только попробуем все это практически фишка в чем вот представим приведу два простых примера многие из вас делали бомбочки такие водяные из бумаги но мы по крайней мере школе делали там складываешь листок воды набираешь и в кого-то или куда-то делала запускаешь потерянное поколение да но зачем перед вами допустим не человека стена условно да и вот вы эту бомбочку водяную запускаете в стену задача в чем задача в том чтобы бомбочка попала в стену там разорвалась соответственно и замочила эту стену если бомбочка рвется до того когда летит до стены то соответственно стену ничего не попадет в лучшем случае бумажка и коснется суть в том что когда человек бьет если рука напрягается до того как коснулась цели то есть уязвимой точки вашего противника до то часть энергии ушла в пустоту и соответственно вся кинетическая энергия которая должна была поразить вашего противника вся или почти вся она куда-то ушла вот допустим от павел бадыров ваш гость до имея такие большие руки но по идее он должен стены сносить и там допустим боксер роман кармазин до имея руки там которые спит плеча там бьет куда мощнее допустим и сильнее чем павел бадыров один бьет правильно а другой слишком сильно напряжен если бы павлу бадыру научиться бить расслабленной рукой используя вот эту всю массу и руки которые у него есть то естественно его удары были бы просто колоссальной мощности то есть фишка тренажера в том что он учит в нужный момент сжимать кулак или что фишка да именно в том чтобы вы при нанесении удара от наносите удар расслабленной рукой так и чтобы вся энергия весь этот энергетический импульс не пропадал впустую ваша задача в точке удара напрячь вашу руку а вот пищат они для чего для того чтобы был звуковой сигнал чтобы вы контролировали процесс лучше так и меня даже можно конечно ты как где критерии если вот я стою по воздуху убью как я пойму в нужный момент я сжимали нет здесь нашел обратно связи не дает почему вот как раз обратная связь это именно и есть этот свисток но так свисток раздался во время ли него да вот теперь мы подходим к основному моменту как наносить удары самое простое упражнение с которого мы начинаем работу с теми же панчерками это классическая боксерская стойка ну почти классическая потому что ноги мы держим на ширине плеч делаем шаг назад такой приблизительно там но такой средней длины прямой шаг назад чтобы нога ушла и ступни были параллельно друг другу на носочках разворачиваемся под углом 45 градусов вовнутрь и начинаем поработали ногами вот как у нас боксе идет до после чего принимаем уже такое положение ручки в исходное положение ставим ножки немножко согнули правый кулачок прижали подбородку и плечу соответственно левую руку немножко вперед выставили и здесь самое главное начинаем медленно пошла рука пошла рука нанесли медленно расслаблено не торопясь жали разжали боковой посмотрели все ли правильно уголочек там за линию прямую зашло ножку посмотрели все правильно жали разжали вот здесь вы вот медленно когда наносите удар вы чувствуете насколько ваша рука напряжена или расслаблены то же самое нижний удар нанесли посмотрели все правильно жали разжали дальше прямой боковой снизу и потом по связке прямой боковой снизу меняете стойку в левосторонний в правой стороне старую стоечки работаете самое главное медленно вот руки расслабили вот почувствовали руки ра ваши расслаблены медленно наносим в чувством рука расслаблена подергали мышцами после этого жали расслабили нанесли посмотрели все ли расслаблено и постепенно повышаете скорость поработали медленно и потом почувствуйте этот момент когда можно чуть чуть-чуть ускориться почувствовать что рука расслаблена и можно ускориться вот подбородка нанесли уже напряглись уже напряглись предплечье напряжено все вот эта точка удара вашего и вот в этой точке жали резко со всей силы и расслабили все теперь возвращаем исходное положение наносим одновременно с возвратом исходное положение наносим боковой вернули так все хорошо прикрыли то же самое посмотрели расслабили по будет чувствуете вот как предплечь расслаблена плечо расслаблено подбородочек прикрываем и с возвратом опять и с возвратом удар снизу а после этого что у меня идет прямой левой боковой снизу обеими руками до дела а прямой боковой снизу прямой боковой снизу нога прямая так то конечно бокс коренький какие учителя быть такой бокс суть в чем суть в том чтобы от классики вот от этих классических боксерских ударов отработали технику а затем уже пришли вот к такому свободному уличному стилю когда вы расслаблен вот вы расслаблены если я на улице напрягусь встану в стойку и вы тоже станете правильно вот мы пришли стали естественно все начинается уже а тут уже у кого мастерства больше хватит правильно в данной ситуации или вот я чувствую что вы уже все как бы без вариантов готова атаковать но я до последнего расслаблен а сконцентрироваться мне нужно все 5-10 сантиметров для того чтобы я нанес удар там или солнечное сплетение в подбородок там но в зависимости от того что открыто данным данный момент у противника расслабили сжали и поработали таким вот образом вот если боец профессиональный профессиональный то есть уже чувствует свои ошибки вот у меня допустим бы я к примеру условно наберу вот у меня ошибка там я чувствую напрягаясь при ударе вот с помощью панчерок можно вот от этой ошибки справиться буквально за несколько занятий когда вы убираете панчерки вот кого поработайте вот с ними даже порой сложнее чем потом уже когда вы работаете без них вот здесь как раз такие вот уже хлестки удары и получается вот просто панчу когда вы держите чуть-чуть получается что все-таки есть какое-то напряжение в кисти потому что новое естественно должны держать а когда вы уже ничего не держите вот даже жизнь попробуйте вот просто от расслабленные руки вот в руки и в конце все напряжены конечно вот так и за ваш смешной кому как мышцы как их расслаблю тогда буду вот такой вот нет но я живу тоже вот я же расслаблены но я же не киселем правильно то есть вот расслабленный ваш у вас есть панчерки у вас уже есть чем это отличается вот от эспандеров мы когда-то с бассейном занимались вот выпуск про как поставить двойку что-то там такое он дал такие спандеры тоже не в конце их сжимал они баки посильнее смысл одинаков то есть сжать в конце но в чем минус эспандеров вот пример вот здесь в панчерках да вот тут жесткость резинотехнических изделий измеряется там по шору допустим вот я делал их на 5 единиц жестче не говорю про эспандер который еще на порядок жестче так вот когда на 5 единиц был панчерка было жестче то руки немножко потренировался вроде как они такие набрякшие тяжелые становится но напрягается при этом наша задача быть расслабленными и получается опять же то а чего мы должны уйти от повышенного напряжения мы к нему и приходим а у . резину если заменить а то они жесткий в жест когда бой с тени с ними можно конечно нужно бой с тени делать вот начинаете или с фронтальной стойки или с боксерской зависимости вы ли там просто если вы каратист допустим там вернули все бой с тенью это как раз таки классика вот бой с тенью работаете уже представляете там а сколько они стоят 990 сейчас а меньше 1000 рублей стоит ну так ребята вообще халява по ссылке в описании переходите и можете приобрести панчерки начинаем работу с палкой почему потому что как правило если человек приходит на первую тренировку удары руками как правило корявые поэтому чтобы избежать данного обстоятельства используем короткую палочку там в пределах там полуметра плюс еще палка она также является своего рода таким психологическим ориентиром что потом уже увидели нож в руках чтобы не было какой-то неожиданности или там дубину у человека защите вот как и ударах руками самое главное это скорость каждого наносимого вами удара ваш напарник должен защититься то есть если вы наносите удар чуть быстрее он не соответственно не успевает естественно снижайте скорость первый удар вертикальный то есть вот на наш напарник находится в удар вертикальный наносине без соответственно без блоков удар вертикально наносится от соответственно в середину черепа вашего напарника горизонтальный удар тоже соответственно в середину черепа вашего напарника не нравится сами череп напарника или в голову там неважно и удар в вот такой прямой защита в чем заключается вы уходите с линии атаки держа руки за спиной и старайтесь как можно ближе приблизиться к атакующим вы должны прилипнуть вы должны своей защитой давить его вот у меня получалось так что я защищая сдавил напарника он вроде атакует но я его подавлю что касается допустим передвижений лишних передвижений быть тоже не должно то есть вы ушли из линии атаки допустим раз палка прошла сверху наклонились все корпус увели в сторону остались в этом положении ждете следующие удары и соответственно двигайтесь только тогда когда по вам какой-то удар наносится чтобы ваш взгляд не блуждал коротенькое упражнение буквально делайте там на одну-две минуты перед тем как переходят к работе с палкой любую точку выбираете где вам угодно но на стене там неважно и в течение там одной-двух минут просто там двигайтесь там в свободном темпе и старайтесь держать свой взгляд на именно на этой точке чтобы взгляд не блуждал будет ваш взгляд блуждать будете пропускать ваши удары наносим присел соответственно здесь вертикальный ушел ушел а вот значит если я соответственно наколол его то соответственно делаю что делу медленней ушел 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 борьба что ваша есть место борьбы борьбе на улице естественно конечно без места борьбы есть но опять же не той классической борьбе которую мы привыкли видеть там вольный там дзюдо самбо вот борьба на улице должна быть простой максимально эффективной и в том случае когда не позволяет там допустим размеры помещения на седуары ногами или руками это глаза это уши это паховая область это тычки это что-то легкое пережимание хватания и так далее на оздоровительная борьба оздоровительная но оздоровительная борьба до горько обидно прижали в углу допустим такие варианты если удары локтем даже не неэффективны в силу того что просто там одну не ударить никак поэтому просто допустим взяли палец туда в глаза засунули взяли там нос допустим вот так вот ну такие болевые там схватил ваш человек допустим нос свернули допу чтобы освободиться захвата допустим такого плана снимаешь маску а там шедло схватили за волосы допустим если они есть рук опускаем чуть-чуть в сторону выворачиваем допустим чтобы человек в таком неудобном положении находился и соответственно пускаем его в партер если волос нет есть ухо то же самое сворачиваем ну не буду отрывать сворачиваем немножко в сторону чтобы голова была также кладем есть пах все удары такие короткие вот приблизились почему он знать это борьбой но если мы вот так условно боремся допустим эти какие-то болевые болевые точки там вот сейчас не было видно камер на здесь сейчас был очень болевой вот допустим схватил вас напарник там болевая точка пример раз оторвались от него там но вот кстати это же прикладная жизнь зачем нам изучать вертушки когда реально можно поливого нет вы вот я искренне понимать вот есть работающие прикладные штуки глаза уши там пах зачем вертушки нет есть только для того чтобы быть как ванда нет есть люди которые уже не модно нет вы же можете не бить вертушку вы же вольны выбирать то так не знаете если я хочу научиться вот только самозащите почему не осознанно перейти к этой части зачем мне вот это пожалуй вот эти вот пяточки не пяточки вертушечки все пожалуйста не важно где-то не заставляет хотите работать только в таком прикладном исключительно ключе если хотите иметь какой-то базис чтобы это было не просто как вот какой-то жесткая такой да вы говорите а что ты спортсмена не слишком такой кровавого было чтобы это было еще такого на уровне искусства хотя посадят в любом случае уроньте его с вертушки справа прямого и вырвите ему яйца в львом случае будете сидеть какая разница красиво или нет кого это присяжных убеждать зато красиво его рубанул нет дела не шесть ладно невиновен нету была у меня ситуация там с девушкой идут какие-то три гражданина тому кто-то в легком подпитие кто-то среднем там распихнули гражданину можно как-то чую и вот у меня ушло я одному наношу допустим левый боковой второму еще и первых на них напали ну а какие варианты я смотрю все уже как бы драки не избежать естественно я стараюсь минимум минимализировать потери допустим я естественно я в таких выпусках должен был задел дисклеймер друзьям из-за эти советы редак соответственности не несет наши герои говорят вам бейте пером бейте в подбородок ногами руками я к этому отношения не имею никого здесь не несу все продолжаем смотреть дальше нет если вы допустим чувствуете что ситуация безвыходная безвыходная люди пьяные с ними договориться как правило невозможно невозможно потому что твоя твой выход на компромисс будет расценится как слабость естественно я не мужик что ли я лучше сяду нет но это как бы крайний случай поэтому если вы аккуратненько отработали вот допустим подбородочек ударе невисок в подбородочек раз потерялся один второму в подбородочек 2 потерялся третьему подбородочек 3 потерялся все вот они легли родимые ты пошел дальше спокойно отлежаться пойму что были не право следующий раз начнут как-то немножко один из трех откинется скорее всего дарим затылочком об асфальте а тут что касается затылочка люди как правило когда теряет сознание жадные в стойке защитный механизм срабатывает к человек уже приземляется ну редкий случай когда он убьется головой а затылок затылками мостовой и соответствует умирает это ну редкий случай вернемся к нашей борьбе как вот это отрабатывать вот эти вещи как это отрабатывать отрабатывается ровно также но стараться конечно здесь не переусердствовать потому что в общем-то тренировочный поединок и поединок на улице они естественно отличаются и там от уровня травматизма здесь что важно на допустим здесь больше имитации все-таки если вы допустим боретесь к примеру вот у меня какая ситуация была вот я ставил допустим одного большого какой-нибудь там ну ученика своего который работал чисто по правилам ну бог там броски там захват и там удушение стандартной короче техника борцовская а второе какой-нибудь поменьше да он мог уже применять все что заблагорассуется и вот как правило там маленький проходил ноги хватал запах но естественно жестко чтобы это все чтоб руки были жесткие отжимания на пальцах подтягивания на пальцах и эспандеры а вот ли что это все отжимания на пальцах делают среди набор чтобы ручки были сильные пальчики сильные чтобы за ухо схватить тому в глаза там воткнуть здесь главное прочувствовать этот момент хотя бы на себе и на напарники за ухо схватили друг друга потрепали как это вот а нам золото током прихватили за глаз нам попробовали чтобы почувствовать как вот этого нос там вот это все принципе эти навыки не не обязательно там ежедневно так за запах тоже там духа повозить потаскать на что нормально нормально еще не можно еще посильнее можно ударить просто а вот есть мнение того что это даже в уличной драки это типа применять западло вот если место джентльменству какому-то в реальной уличной ситуации на вот я что касается про свой джентльмен суббит я у меня правило лежащих не добивайтесь и допущу лак упал там где-то я и удар сон лежит и вас целится из пистолет но это в этом случае конечно у нас да лучше я ему там в подбородок со всей силы перкозы ржу чем колено в пах ударю ну на самом деле непонятно что несет больше урон но это типа не джентльменский ну как это опять же дело лично бред по мне но на мой взгляд уже бред анвар еще рассказал в одной из наших передач что меня такой отвлекающий плевал пока человек раз он бил бы пожалуйста ну как говорится на войне все средства хороши поэтому там без вариантов общем-то кто-то камень хватает кто-то палку но если там несколько человек напала ну да ты смогут закрыть естественно человека но что делать в общем то что делать еще даже в начале 90-х вот допустим красносельские там молодцы на дискотеку с топором ходили вот не так далеко казалось друзья напишите пожалуйста прошу каждого написать в комментарии я живу там в таком-то городе в таком то регионе такой-то области и у нас там что дерутся в клубах там пристают гопники на улице вот вот я считаю что эти маргинальные ситуации практически уже нигде не происходит но возможно мне скажут я живу в каком-то выдуманном мире напишите как у вас какие джентльменские правила если надо будет откусите палец вот вам палец суют в глаз допустим да вот мне была ситуация там с таким же борцом я связался да он раз не в глаз я его прикусил там чуть фалангу не откусил от болевого шока там человек все потерялся ну какие варианты он же не хотел глаз выдавить допустим доехо а я мог ему палец откусить допустим данной ситуации все как бы мы квиты мы нашли того человека да который кусался с андреем я был я ему засовывать так вот пальцы в рот вот так вот начинаю ну это самое хотел разорвать ему пасть у меня берет зубами и за палец на кусается все дури надо знаешь как на первом канале а теперь у нас студии андрей вершинин и вот они встретились спустя 20 лет кусаки забирать если вы видите какую-то группу людей агрессивно настроенных обойдите и если вы идете в кабак где люди такого низкого социального уровня отдыхают как правило а вы здоровьем не блещете и не хотите показать какой красавчик вертушечку там да на ком-то отработать в это пятийное заведение тоже не ходите да правильно вот и все то есть такие ответы просты если вам страшно ходить ночью по улице не ходите ночью ходите днем приобретите там на законных основаниях травматическое оружие там если нет допустим разрешение газовый баллончик там или какую-то перцового пистолета но научитесь им пользоваться чтобы выдернули как-то все это же чтобы быстро происходило и про это у нас тоже есть выпуски я не буду повторяться поэтому чтобы избегать этих ситуаций не надо лезть на рожон очень друзья я напоминаю что прошу вас делиться своими историями мыслями по поводу этой необходимости ли ненужности самозащиты вот этих вот диких ситуаций из 90-х существуют ли они сейчас вашем городе вообще пишите в комментариях и напоминаю вам что про панчерки вы можете посмотреть видео и купить панчерки можете по ссылке в описании мне этот продукт на самом деле очень понравился панчерки вещь крутая все спасибо за просмотр ставьте нам лайк или дизлайк все что угодно пишите ваши комменты подписано канал наш инстаграм пока всем пока вы хотите в контакт поработать женщин можно женщин на нашем канале да иногда нужно я могу обосновать это так если вы любите единоборство и боевое искусство подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски советую вам посмотреть и другие наши видео в описании этого ролика на youtube вы найдете ссылки на лучшие плейлисты боевых ботаников и другую полезную информацию а эксклюзивные кадры со съемок и закулисная жизнь ведущих канала только в нашем инстаграме